Здравствуйте! В эфире же неделя новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Охрана труда должна иметь первоочередное значение в жизни каждого работника. Конкурс на знание правил охраны труда. Эмоции переполняют, особенно когда идет отдача от зала. Восьмой фестиваль патриотических программ «Свет России моей». Это прежде всего, наверное, нужна нашим детям, нашим внукам. Атомщики установили поклонный крест в районе села Богданово. Просим ждать ответы, уважаемые знатокиады. В атомной знатокиаде приняли участие 19 команд. Трасса мокрая, он весь грязненький. Но сегодня с утра пока хорошая. Будем надеяться, останется на весь марафон так. Вилломарафон 150 километров за 24 часа. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблоков, 7 энергоблоков в ремонте. Суммарная мощность 23 754 мегаватта. Выработка 164 миллиарда 125 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,9% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе 1-2 энергоблоки, нагрузка суммарная 2095 мегаватт, существенных замечаний по работающим блокам нет. Энергоблок номер 3 находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ, 152-е сутки ремонта. До окончания ремонта по реперной точке 12 декабря 30 суток, 44 дня до пуска блоков. Выработка электроэнергии за 29 дней октября составила 1,4 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 49 миллионов. С начала года выработано 15,8 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 487 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Инженер химического цеха Ольга Казанцева и электрослесарь электроцеха Анастасия Штарева показали наилучшие результаты в конкурсе на знание правил охраны труда, который проходил в начале октября на Смоленской АЭС. 26 октября директор атомной станции Павел Лубенский поздравил победителей и вручил им заслуженные награды. В конкурсе приняли участие 36 сотрудников из 21 подразделения атомной станции. В течение полутора часов они решали 75 тестовых заданий на знание Трудового кодекса Российской Федерации, правил охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей, электроустановок, работ на высоте, погрузочно-разгрузочных операций. Впервые в истории конкурса лидерами стали девушки Ольга Казанцева и Анастасия Штарева, каждая из которых обошла ближайших конкурентов мужчин на 9 баллов. Второе место заняли механик транспортного цеха Роман Елизаренков и старший машинист цеха обеспечивающих систем Евгений Михалев. Замкнули тройку лидеров ведущий инженер-технолог Степан Ершов и лаборант химического цеха Светлана Мазалева. Завершающим этапом состязаний стала деловая игра в форме «Что, где, когда» между командой знатоков, победителей и призёров конкурса и командой сотрудников «Смоленск АЭС», приславших на игру 13 вопросов. Со счётом 4-6 победу одержала виртуальная команда работников станции. Лучшим признан вопрос ведущего инженера отдела охраны труда Ларисы Ильинской о применении автоматического индивидуального сигнализатора в электроустановках. В конкурсе подобном участвую я впервые. Не ожидала, конечно, что получится занять первое место, но так и вышло. Сам конкурс очень интересен тем, что нужно приложить было много усилий для того, чтобы изучить всё-таки большой объём материала, нормативных документов, инструкций. Но вот получилось занять первое место хорошо. Будем надеяться, что дальше пойдёт ещё лучше в концерне. Охрана труда должна иметь первоочередное значение в жизни каждого работника при выполнении работы, при подготовке к работе. Лучше потратить несколько больше времени при подготовке к работе, чтобы потом быть уверенным в том, что с тобой ничего не случится, да и не только с тобой, а с твоими коллегами, с которыми ты работаешь бок о бок каждый день. По словам Ольги Казанцевой, также дебютировавшей на конкурсе, лично для неё и на работе, и дома вопросы безопасности приоритетные. На данном этапе я не останавливаюсь, ставлю перед собой множество целей, к которым стремлюсь, и в том числе участие на конкурсе в концерне. Я думаю, что мы проявим себя и покажем свои знания на высшем уровне. Обе победительницы отборочного этапа представят Смоленскую АЭС на корпоративном конкурсе концерна «Росэнергоатом», который состоится весной 2019 года. Город-спутник Смоленская АЭС «Десногорск» стал центром притяжения атомных талантов. Восьмой фестиваль патриотических программ «Свет России и моей» объединил творческие коллективы шести атомных станций и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» более 150 самодеятельных артистов. Патронно то, что фестиваль зарядился на нашей лесногорской земле. Мы, можно сказать, были родоначальниками этого фестиваля. Нас отогреет, мы этим гордимся. То, что будет сейчас здесь, здесь развиваться, это показывает наш культурный уровень, нашу облеченность, как сейчас принято говорить, в духовную жизнь. Четыре дня со сцены «Цесони-3» назвучали искренние признания в любви к родине на языке песни, танца, театрального, циркового, инструментального искусства и художественного слова. Для меня это не фестиваль. Для меня это наполнение души моей. Для меня это какой-то праздник. Важно, собственно, телевизионное уже надолело, интересно и скучно. И я из года в год жду вашего выступления, вашего выступления. Когда тебя приглашают в коллектив, ты начинаешь танцевать, начинаешь работать, и приезжаешь на конкурс, выступаешь, эмоции переполняют. Особенно, когда идет отдача от зала. Хочется еще, 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 еще повторять, повторять, повторять снова. Мы волновались, готовились. В общем-то, все прошло хорошо. Мы показали свою программу. Ну, не знаю, дальше уже будут оценивать судьи. Завершился праздник торжественным галоконцертом и награждением лучших команд. Лауреатом первой степени восьмого фестиваля «Свет России моей» стала команда «Смоленская АЭС». Второй степени – команда «Калининская АЭС». Третьей степени – команда «Нововоронежская АЭС». Дипломантом первой степени стала команда центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Второй степени – команда «Курской АЭС». Третьей степени – «Балаковская АЭС». На полях фестиваля организаторы приготовили сюрпризы для зрителей и команд атомных станций. Все, кто в эти конкурсные дни в зрительном зале попадал в объектив фотоаппарата, получали призы от профсоюза «Смоленская АЭС». Настоящие баталии развернулись между болельщиками за свои команды в официальной группе «Свет России моей-2018» ВКонтакте. Более 50 тысяч человек из разных атомных городов следили за жизнью фестиваля. Более 20 тысяч проголосовали за свои команды. Большее количество голосов было отдано команде «Балаковская АЭС». Она стала обладателем приза зрительских симпатий. Всем участникам фестиваля вручены дипломы, кубки и подарки от концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС». Атомщики установили поклонный крест в районе села Богданово. Инициатива увековечивания памяти о героях-танкистах 109-й танковой дивизии, павших за Смоленщину в 1941 году в районе села Богданово, принадлежит ветеранской организации «Смоленская АЭС». Ее поддержало руководство атомной станции. Почтить память героев-защитников пришли смоленские атомщики, ветераны атомной станции, школьники, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, представители администрации Десногорска, духовенство. Чин освящения поклонного креста совершил епископ Росовский и Десногорский Милетий. Мне очень приятно, что сегодня здесь у нас собралось так много людей, которые не остались равнодушными к памяти людям, которые положили свою жизнь за защиту нашей Смоленской области. Я сама смоленка. Я горжусь, что у нас на Смоленской области, в Смоленской области у нас проводится очень много мероприятий и патриотических, и поисковых. И вот одно из этих мероприятий, как вот сегодня установка вот этого памятного поминального креста, это прежде всего, наверное, нужна нашим детям, нашим внукам. Как подчеркнул заместитель начальника управления информацией Смоленской АЭС Михаил Хоботов, это не первое памятное место, которое благоустраивает коллектив Смоленской станции. Нынешний год – это год юбилейный для Смоленщины. В этом году исполнилось 75 лет освобождения нашей земли от врага. 43-й год, 75 лет. Прошло много мероприятий на нашей земле, и, наверное, одно из памятных таких событий, которое останется в этот юбилейный год, и послужит под воздвижение данного святого креста на этом святом месте для того, чтобы помнить тех, кто своей ценой отстоял свободу и независимость нашей Родины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытый турнир «Знатокиада-2018» объединил более ста эрудитов. Среди них – работники Смоленской АЭС и подрядных организаций, ветераны, школьники, педагоги, жители Десногорска и Рославля. Организаторами турнира выступили молодые атомщики Смоленской АЭС и интеллектуальный клуб 3000-х при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС. «Знатокиада» состоялось четырех туров. Первый тур – традиционный. Что, где, когда, по стандартным правилам. Далее следовал дробовик. Здесь участникам турнира пришлось изрядно поднапрячь извилины над сложными, составными вопросами, которые потребовали не только хороших знаний в разных областях, но и предельной концентрации внимания. Третий тур – чайнворд, в котором игроки получали специальные бланки и заполняли их ответами по правилам чайнворда, то есть новое слово начиналось с последней буквы предшествующего. В последнем испытании эрудиты демонстрировали свои знания в области музыки, определяя сначала композиторов, последовательно предложенных 24 музыкальных произведений, а затем исполнителей 24 мелодий. Задание разработал и составил начальник лаборатории отдела технической диагностики Смоленской АЭС, представитель интеллектуального клуба 3000-х Дмитрий Козырев. Он же и провел игру. Победителем знатоки Ады стала команда Валенки Лабутена – атомщики-жители Рославля. На втором месте команда 3000-х. Третье место у команды 42 – Смоленск Атом Техэнерго. 150 километров за 24 часа преодолели участники открытого веломарафона Смоленск АЭС. Дети и ветераны, мужчины и женщины, профессионалы и любители – все они выехали на трассу, чтобы официально закрыть велосипедный сезон 2018 года. В этом году мы устраиваем четвертый веломарафон 150 километров за 24 часа. В этом марафоне в этом году у нас будет участвовать порядка от 35 до 50 человек. И думаю, что в этом году у нас тоже будут сверхмарафонцы, которые пойдут на свой рекорд и проедут свыше 180-200 километров. Впервые на таком веломарафоне. Это моя будет самая большая дистанция, а может быть, даже большая самая дистанция жизни. Но я думаю, я проеду еще больше. Постараюсь достигнуть хороших результатов и желаю всем участникам удачи. Я недонакратный участник этих мероприятий. Мероприятия просто замечательные. Как и погода сегодня. Народ потихонечку собирается, кругом улыбки. Все друг друга поздравляют. Так что я желаю всем, кто смотрит передачу, присоединяться не сейчас, хотя бы на следующий год. Дождь, ветер, мокрый песок на 32-километровом круге пытались помешать велосипедистам от 8 до 75 лет, установить личные рекорды и занять призовые места в своих подгруппах. Сломанные переключатели, пробитые колеса и разорванные покрышки вкупе с мокрой одеждой, с ссадинами, сведенными ногами – вот настоящая цена победы на этом марафоне. Ведь у каждого марафонца она своя. Шевелев Сергей из Смоленска преодолел 160 километров по сложнейшей трассе за 7 часов 51 минуту. Анна Ушканц из Москвы – 64 километра за 3 часа 33 минуты. На 5 минут позже преодолел то же расстояние юниор, школьник из Десногорска Митрущенков Роман, давно готовящийся к этому заезду. Работник химического цеха «Смоленска» из Безюков Андреев подгруппе ветераны сделал отличное время, преодолевшее 64 километра за 3 часа 15 минут. А 11-летняя Мария Дерибас с легкостью проехала один круг за 2 часа 36 минут. Самый юный участник марафона Артем Власюк заслужил Кубок Победителя, преодолев 32 километра в пути за 4 часа 5 минут. Вторые и третьи места заняли у женщин Дирина Ирина и Дерибас Светлана, у мужчин Иванов Виктор и Бондарев Максим, у юношей Власюк Арсений и Барбаков Арсений. В подгруппе ветеранов Смирнов Сергей. Я впервые участвую в этом марафоне, мне было тяжело, но понравилось. Погода, конечно, дождливая, была накануне, поэтому трасса мокрая, он весь грязненький, но сегодня с утра пока хорошее, будем надеяться, останется на весь марафон так. Будем стараться ездить до ночи, а может и до утра. Четверо участников веломарафона поставили перед собой более сложную задачу – сверхмарафон. В итоге за 24 часа марафона Арсений Барбаков проехал 128 километров, Арсений Власюк – 160 километров. Бондарев Максим за 10 часов 31 минуту проехал 192 километра. Абсолютный рекордсмен этого марафона Иванов Виктор из города Рославля поднял планку преодолимого расстояния на уровень 224 километра за 17 часов 3 минуты. Организовать и на высоком уровне провести мероприятия стало возможным при поддержке руководства профсоюза Смоленск АЭС, администрации города Десногорск, организации молодых атомщиков Смоленск АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok